Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала 1 посылка, 2 посылка, который посвящен распаковке посылок из известных интернет-магазинов. И сегодня у нас на распаковке 8 посылок. Некоторые из них просто огромные, как, например, вот эта коробка, которая к нам пришла из интернет-магазина Озон. С Озона у нас еще вот эта посылочка и еще вот этот черный пакетик, также из интернет-магазина Озон. Вот эти три с Алиэкспресса, этот пакет из Валбереса, пакетик мой и еще одна коробочка с Авито пришла к нам службой в Боксбери. Ну, давайте начнем, как обычно, по порядку с тех пакетов, которые прямо передо мной. Ну, а все крупные посылки оставим на закуску. Это голова акулы. Это не просто голова, не просто игрушка, она одевается на руку. Смотрите, какие зубы. Сделана игрушка очень интересная. Думаю, деткам понравится поразвлекаться с такой пастью акулы. Сделана она из резины, достаточно мягкой и эластичной. Моя рука помещается, детской ручке будет тоже удобно, но вот рука покрупнее уже не уберется. Такая забавная, интересная игрушка. И сразу открою вторую посылочку, которая пришла с Валберес. Дело в том, что здесь аналогичные игрушки. Это голова динозавра. Похоже, что это тираннозавр. Посмотрите, какие огромные зубы. Очень страшно. Выполнен так реалистично, все детализировано, проработано. Прям как настоящие динозавры. И еще одна морда динозавра. В этот раз она в коробочке, только другого вида. Ну, вот тут как раз изображение мальчика, который играет с этими двумя головами. Конечно, интересно играть компанией. Хотя бы, чтобы было два или три человека. Каждый день на руку игрушку. И будет весело и задорно пытаться победить своего соперника. На Валберес все у нас приходит неупакованное. То есть, я положила просто в свой пакет. В каком виде все это приходит, вы видели. На зоне все было упаковано. Стоимость колеблется в районе 650 рублей. Вот что было в этих двух посылках. Голова акулы и две головы динозавров. Скорее всего, будет подробный ролик еще и на канале Шалундрики, который посвящен обзору игрушек. Небольшой обзорчик будет обязательно. Смотрим, что в следующих посылках. Кто-то у нас регулярно смотрит. Наверное, уже догадались, что, скорее всего, тут аккумуляторы. Которые к нам уже приходили. Приходили неоднократно, разного типа. Заказывали и мизинчиковые, и пальчиковые. В предыдущей распаковке пришли пальчиковые, в этот раз мизинчиковые. Еще четыре упаковки. Ну, сейчас проверим, везде ли мизинчиков. Очень хорошие аккумуляторы, нам прям нравятся. Быстренько посмотрим, что в этих коробочках. Тут тоже аккумулятор типа А3. И еще четыре штучки. И тоже А3. Всего получается 16 штук. В общем-то, это число обычные заказы. Но убедиться нужно было, потому что иногда бывает так, что могут прислать что-нибудь не то. Или перепутать, допустим. Стоимость за этот комплект составила 3175 рублей с доставкой. И именно аккумуляторы привозят службы Алиэкспресс прямо домой. Не скажу, что это удобно. Лично мне это не нравится. Не знаю, как другим. Потому что мне проще сходить и получить посылки на почту, в пункт выдачи, тогда, когда это мне удобно. А когда звонят с бухты-барахты и говорят, что мы сейчас к вам приедем, это не всегда бывает удобно. Не всегда бывает так, что можем совпасть по времени. Буду ли я в этот момент дома или нет. В противном случае доставку переносят еще на другой день, еще на другой день и так далее. Пока не состыкуемся. Промежутки временные назначить невозможно. Назначает курьер. Приятно то, что аккумуляторы приходят в исправном состоянии. Хорошие, качественные и упакованы все просто отлично. Каждые 4 штучки в отдельном пластиковом контейнере. Это у нас была третья посылочка. Переходим к следующей. Сейчас предлагаю раскрыть вот эту коробку, которая к нам пришла из интернет-магазина Озон. Это еще один конструктор, аналог Лего Дупла от бренда JDLT. Китайский бренд, который выпускает вот такие игрушки аналогичным деталям Лего Дупла. Здесь мы видим полицейский пункт. Три человечка в комплекте. Полицейская машина, которая обладает светом и звуком. Наверное, скорее всего, какая-то мелодия и световые элементы. Всего 35 деталей. Подходит для деток от 3 лет. Упаковка, конечно, яркая, красивая, явно вызывает интерес. И я думаю, что деткам очень понравится. Такие элементы нам также нужны для железных дорог, чтобы дорога была гораздо интереснее. Чтобы не просто паровозик ехал и зритель наблюдал, куда он едет. Он ехал, например, по красивому городу с деталей Лего Дупла. Вот так выглядит эта упаковка с обратной стороны. Конечно, эту игрушку я объединю с каким-нибудь другим конструктором. И сделаю также ролик на канале Шалундрики. Ну и, конечно, все аналоги гораздо-гораздо дешевле, чем оригинальные комплекты Лего Дупла. Но и не всегда есть у Лего Дупла что-то похожее. Стоимость, например, вот этого конструктора всего 842 рубля. Я думаю, что у Лего это бы стоило минимум тысячи три, а может и больше. Переходим к следующей посылке. Это к нам пришла с Алиэкспресс. Ну вот, а здесь как раз те самые пути Лего Дупла. Супруг решил заказать еще немного. Потому что ведь на том проекте мы не остановились. Будем строить еще, уже активно строить. Но потом еще сделаем и на улице. Это все детальки изогнутые, серого цвета, как у Лего Дупла, которые были в предыдущем поколении. Сейчас у Лего Дупла серого цвета. Но, наверное, тот, кто смотрел нашу большую железную дорогу, видели, что пути были и такого цвета, и другого. То есть у нас есть как оригинальные комплекты, так аналоги. Но они один в один. Ничем друг от друга они не отличаются совсем. Вот что было в этой посылочке. Теперь давайте откроем последнюю маленькую посылочку, которая к нам пришла с Алиэкспресс. Это, мои дорогие друзья, пришел мультитул. Смотрите, как все качественно, красиво упаковано. И этот мультитул аж 18 в 1. Все подписано на английском языке. Но я вам сейчас все расшифрую и покажу. Сделан этот мультитул качественной, прочной, старой, который не боится ударов, падений и так далее. Ну и, конечно, он раскладывается и превращается в многофункциональное устройство, которое заменяет сразу много инструментов. И причем каждым можно пользоваться. В комплекте есть карабинчик, при помощи которого этот мультитул можно повесить. Карабинчик также сделан качественно. Достаточно плотный механизм. Еще в комплекте чехол. Очень прочные, хорошие. На липучке, на кнопке. Сюда можно положить будет мультитул. Ну и его, конечно, повесить, например, при помощи карабина. Куда угодно. В рюкзак можно убрать, можно на рюкзак повесить. Зацепить за ремень, за пояс, за карман или убрать в карман. Он совсем небольшой. В сложном виде мультитул всего 8 см. Ну а в развернутом 15 см. Давайте его распакуем и посмотрим, как он выглядит. В руке держать приятно, удобно. Сейчас перед вами он в раскрытом виде. И здесь мы видим плоскогубцы. Таким образом он складывается. Здесь я вижу сразу штопор для открывания бутылок. Как-то у нас на канале уже был в распаковке мультитул. И он был от компании Xiaomi. И там кто-то в комментариях написал, что без штопора мультитул не мультитул. В этом он и есть. Чувствуется, что инструмент хороший, хотя не тяжелый. Есть защелка. Поэтому этот мультитул можно носить без чехла. И повесить просто на карман или зацепить за ремень при помощи защелки. Пригодится для путешествий, туризма, охоты, рыбалки. Для тех, кто занимается активными видами спорта. Кто любит ходить летом в лес за грибами и ягодами. Здесь в комплекте много всего. И не нужно с собой носить много инструментов. Достаточно взять один многофункциональный. Но теперь давайте разбираться, что тут интересного. Ну, конечно, перед вами сразу мы видим плоскогубцы. Причем плоскогубцы сразу нескольких видов. Обычные плоскогубцы. Плоскогубцы для мягкой проволоки, для твердой проволоки. И еще болтовой зажим. То есть уже 4 в 1. Вот здесь нарисован уголок. И это транспортира. То есть измерить можно угол. При помощи этой функции. Это 5. Ну, а теперь давайте его раскладывать. Здесь же вот обжимные плоскогубцы. Ножницы. Ножницы достаточно острые. Чувствуется, что порезать ими можно. С обратной стороны мы видим нож. Вот нож достаточно острый. Очень аккуратно старался открыть, чтобы не пораниться. Даже кончик ножа прям очень острый. Думаю, порезаться можно. Тут, согласно описанию, находятся дюймовые весы. Не знаю, правда, как работает эта функция. Больше похоже на дюймовую шкалу. С этой стороны метрическая шкала. Скорее всего, что она в сантиметрах. Это консервный нож. Это отвертка Philips. Это треугольная или крестовая отвертка. С этой стороны обычный нож, двусторонний нож, спасательный нож и ювелирная отвертка. Получается еще штопор, поэтому 18 в 1. Очень острые инструменты. Поэтому нужно с ними обращаться крайне аккуратно и осторожно. Моя задача была показать, как он выглядит, что входит в комплект. Поэтому разложила все и сразу. А теперь давайте попробуем все сложить. Я делаю это аккуратно, но на самом деле складывается и раскладывается все очень легко. Мне очень понравился чехол. Смотрите, как здорово все убралось, все компактно. Этот бренд сок известный, хоть и китайский, но выпускает достаточно качественную продукцию. Между прочим, вот эти элементы, которые у нас были в комплекте, они продаются отдельно для этого мультитула. Ну и конечно, мои дорогие друзья, весь этот комплект, наверное, как вы уже и догадались, пришел для вас. Поэтому объявляю конкурс. Тот, кто хочет принять участие, пожалуйста, пишите комментарии под этим видео, ставьте лайки и проверяйте подписку на канал. И напоминаю, что подписки должны быть обязательно открытыми. А в комментарии укажите, что участвуете в этом конкурсе. Участвуете, этот подарок всегда можно подарить кому-то из друзей или близких, тем, кому этот предмет будет необходим. Тем более, здесь еще в комплекте чехол и карабинчик. Поковал очень аккуратно обратно, чтобы этот подарочек ждал своего нового хозяина в том виде, в котором ко мне и пришел. Участвуете, а также делитесь видео со своими друзьями и знакомыми, чтобы нас было как можно больше. Ну а мы переходим к следующей посылке. И сейчас распакуем посылочку с авито. Здесь вот такой симпатичный паровозик. Это лего дупло, оригинальный, только бывшее употребление. Ну а тут пакет с деталями. Несколько железнодорожных путей. Вот, между прочим, здесь есть изогнутые пути. Они такого же цвета, как у нас приходят сейчас аналоги. Тут различные детальки. Это, как правило, строительные блоки. Тут домик есть еще. Ну, тут небольшая дорога, цветочки, элементы для декора. Козочка такая симпатичная. Этот комплект мы купили вообще за 900 рублей. И это, конечно, не стоимость за хороший комплект. Но если бы он был полностью исправный, то он бы стоил, ну, минимум бы, тысячи три с половиной. А то, может быть, и даже четыре. Дело в том, что паровозик плохо едет. И купили мы этот комплект ради деталей, ради того, чтобы этот паровозик можно было разобрать на запчасти. Вот, что нам пришло с авито. Ну, а у нас осталась одна большая коробка, которая к нам пришла из интернет-магазина Озон. Давайте посмотрим, что же тут. А тут у нас четыре комплекта железных дорог. Веселые путешествия. Сейчас я покажу, как они выглядят. В предыдущей распаковке тоже приходило два комплекта из этой серии, только они были другие, с другим артикулом. В этом комплекте 47 деталей, 3 человечка, также хороший поезд, он быстро-быстро ездит. Заправочная станция. Поезд этот запускается при помощи кнопки, ездит только вперед и реагирует при помощи звука на заправочную станцию. Дорога получается размером 58 сантиметров на 72. И как раз в комплекте пути серого цвета, те, которые у нас сегодня пришли. Несмотря на то, что написано веселое путешествие, но это китайский бренд, который делает очень качественный аналог Lego Duplo. В предыдущем видео я более подробно рассказывала, что нам нужны и железнодорожные пути, и человечки, и поезда. Хотим, чтобы их было много-много-много. Стоимость одного такого комплекта в районе 2400 рублей. За такую стоимость ничего аналогичного уже просто не купить. Так что, если у кого-то детки любят железные дороги, интересуются ими, а бюджет не позволяет, то можно приобрести вот такой комплект, один или два, построить дорогу, ребенок будет просто счастлив. На этом, мои дорогие друзья, распаковка у нас сегодня подошла к концу. Я напоминаю, что вас ждет очень хороший подарочек. Это мультитул от бренда Sock. Качественный инструмент, который обладает аж 18 функциями. Его легко и везде можно взять с собой. Много места он не займет и относительно легкий. Участвуйте, пишите комментарии, ставьте лайки и проверяйте подписку. Итоги мы подведем, как обычно, через 3 недели. Ролик с итогами выйдет в среду, где я покажу, как программа Randomizer выбирает победителя, исходя из ваших комментариев и проверяйте все остальные условия. Также всю подробную информацию вы сможете найти внизу в описании под этим роликом. А если распаковка вам понравилась, была интересная, увлекательная, то ставьте лайки, в любом случае, мне будет очень приятно. И, конечно, поддержите канал подпиской. На этом прощаюсь, всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале 1 посылка, 2 посылка. И с вами была автор Анастасия.